Я отсюда такой, а как вообще начать надо? Как там? Здравствуйте, мы снимаем ролик. Мы снимаем ролик, как вообще начать? Рассказывают что-то интересное и спокойно себя чувствуют. А мы сейчас выложим, знаешь, сколько будет просмотров? Сколько? 13. И то через месяца 4, там, это посмотрим мы с тобой, там, Ира посмотрит, там. Мне надо что-нибудь спросить у тебя, чтобы в кадре было интересно. Ну, спроси что-нибудь. Что вы такой измученный? Ничего, из чего вы взяли, что измученный, не измученный. Как вам природа здесь? Природа у них замечательная. Просто интриге. Расскажите немножко какое-то место, где мы находимся. Мы находимся в Ощеватке. Родник, источник. Как называется? Источник как называется? Не знаю. Называется Семь колодцев. Ну да, Семь колодцев называется. А как часто вы сюда ездите? Бывает иногда, периодически. Примерно раз в месяц? Ну, примерно, да, раз в месяц. Когда планируете следующий раз приехать? Через неделю. Запомните эти слова. Хороший кадр такая. Золотые купола. Золотые купола и такой свет с облаками красиво здесь. Стра двоюродная. Поднималась на Эльбрус недавно. Кристалл там красота 5500 метров над уровнем моря. Я бы тоже хотел на какой-нибудь подняться. Ну, блин, небезопасно это мероприятие. Ну, само собой, соблюдать технику безопасности. Там уже кислородные, маски нужны. Ну, конечно. Ну и финансовые возможности. Мога другие, чтобы там быть. И спортивная подготовка. Набегай по 20 километров. Сейчас, подожди, в другом кармане. Поднимались, говорит, 8 часов. Что-то тебе вообще губы синисты. Ну, так, а что ты иди туда греешься. Представляешь, 8 часов поднимались. Иди, включи машину, пусть греется. 8 часов поднимались. Круто. Не, я бы реально хотел бы подняться на какую-нибудь высоту. Это, представь, вот ты еще стоишь тут, стопа тут, на уровне доли. Ну, метров 30, ну, 40, 30. Ну, 40, максимум. А это 5,5 километров. Да, вообще, это так же, как и прыгнуть с парашютом. Ты прыгнешь. Я не знаю, что ответить, потому что я не был в той ситуации. Так, и с поднятием на вершину тут просто не вообразить, как может быть там прекрасно и круто. Ну, это, как я тебе говорил, чтобы развитие ума, нейронные связи, другие, то есть, познание. И многие обыватели, естественно, которые не дошли до этого уровня, говорят, вот, там, нахера это надо, да? Ну, вот, это, ну, правильно, вот, я тебе о чем и говорил. Так же, как на бегунов. Правильно, так же, как на бегунов, я тебе сказал, они смотрят, что кто-то с похвалой относится к пониманию, а кто-то сказал, ой, зачем он бегает, непонятно там. Да, это рискованно, это рискованно, если не сложно сказать. Ну, это нужна подготовка, соответственно. То есть, не так, чтобы бороться. О, все, я полез на город. Вот, нужна физическая подготовка, технологическая подготовка, оказание медицинской помощи, навыки, чтобы были. Ну, это довольно серьезное мероприятие. Глянь, тут как будто собака, вот смотри. Вот это вот, нижняя челюсть, верхняя. Глаза, это вообще лицо. А вон, что-то, дай. Это знак, что все будет хорошо. Это вообще знак, что все будет хорошо. Ну, куда молодые люди? А я не знаю, куда мы? Мы же куда-нибудь не спешим вроде, да? Куда мы спешим? Релаксируем и ролик снимаем для ютуба. Сегодня станем знаменитым. А на Эльбрус подъем. Короче, власти Непала берут за проход, ну, за подъем на... Ой, Эльбрус, Эверет. Что-то там за хрена, 20 тысяч долларов. Ну, что-то там просто немеряные суммы. Просто за возможность подняться. То есть она на их территории находится, и они все этим владеют землей, так сказать. Прикольно, смотрите, владеют землей, это владеют горами, да? Я владею горой. Ну, там же не земля, я владелец горой. Есть царь горы, как говорят, а я владелец горы. А Эверет там вообще... Не придется ролик сделать такой нормальный, тут кадрики повырезать прям с церквушкой. Вас можно будет в кадре там ставить порой? Ну, так, если без шуточек, прибавуточек. Ну, так их уже не было. Надо сделать шуточки, чтобы ты был против, из-за того, что я выставил. Сейчас их не было. Я спросил интервью адекватное здесь, ты там рассуждаешь, как будто грамотный человек. Поэтому все вроде нормально. Можно и стоишь такой, как блатно, у тебя рука в бок, прям все, прям такая футболюга, все, прям вопросов нет. Прям как будто искупался, прям зошу, волос у него. Ну, все, тоже можно выставлять. Сейчас еще пару кадров сделаю, такой, общего плана. Ну, ну, что надо? Меня надо снять, наверное. Тебя надо снять. Ну, пару слов для журнала Яролаз. Давай, я отсюда такой. А как вообще начать надо? Как там? Здравствуйте, мы снимаем ролик. Как вообще начать? Что-нибудь такое креативное? Всем привет, уважаемые подписчики. Всем привет! Нет, так не надо так, наигранное не надо, да? Наигранное не надо. Привет, подписчики. Вот для этого надо заканчивать актерское училище. Или как там, актерские школы, училище. Или только актерское училище. Ты снимай меня, чтобы я в кадре был, я что-то тоже могу это выложить. Я говорю, не обязательно в актерское училище заканчивать. Просто надо развиваться себя. Да, вот поэтому блогеры много денег получают. А недалекий народ думает, что там эти блогеры, от них толку никакого нет. Ну, вот потому их и смотришь, что они преподносят, как-то рассказывают, что-то интересное. И спокойно себя чувствуют. А мы сейчас выложим, знаешь, сколько будет просмотров? Сколько? 13. И то через месяца 4, там, это посмотрим мы с тобой, там, Ира посмотри, там. Ты меня в кадре держи. Что я тебе правду говорю? Ну, может, 16 максимум, до 20. И то это мы уже с тобой пересмотрим трижды, там, за неделю. И все то, что там. Ну, все, я не знаю, там, получилось, как получилось. Можно прощальную часть сделать. Можно сделать, как слово пацана, вот так вот рукой закрыть. Все, всем пока, спасибо, что посмотрели. Пока. Будьте здоровы. Ссылки в описании. Никакой ссылки нету в описании, не ищите там, что еще сказать. Лайки не ставьте, там и так их два штука уже будет, я поставлю сам. Все, ладно, Воронежский на позитиве, забыл сказать, канал. Да. Все, пока-пока. Пока-пока. У нас тут слово пацана есть. Где? Да, вот на лепке, она, да, это. Да. Покину. Ну что, поехали. Можно трешки по дороге, я, короче, все, полноценный ролик не снимаю. Сейчас чуть-чуть по дороге, если я. На, поснимай чуть-чуть. На, и в этом надо что-то сказать, просто, как есть там вообще, Михаил, очень страшно. Как есть, так и будет. Да, Михаил, очень-то спрашивает. Ну не спрашиваю, я говорю просто, обычно она вот старается что-то сказать, там, напридумываешь или вот наиграно, вот как есть, просто, едем и, ну, уже у меня получается наиграно, я тут сейчас на камеру говорю. Да, Михаил? Ну, да, у меня так спокойно, вот, как будто нету камеры, просто едем и общаемся. Что скажешь, Михаил, правильно говоришь? Да, ну, так-то, да. Ну, это, поэтому и сложно все сделать, что все гениальное, просто, но нифига не должно. Вот можно новое все обсудить, вот, вижу, в моем газете. Юмористка, учившаяся в Воронеже, завещала квартиру в Коту. Коту? Коту. Нормально. Юмористка. А, ну она пошутила, да? Где-то сейчас, так начал славливаться. Какую-то яму попали в воду, да, вот. Тихо, как подъемчик. Ну, на самом деле, это такой бред написан, потому что по законодательству невозможно завещать квартиру в Коту. Ну, поэтому она юмористка. Ну, потому что Косты, он не обладает, не является субъектом права, или как-то права, ну, само собой. Субъектом права может быть только человек, и то не все, если там лишен дееспособности, там, и так далее, а то тоже не имеют права. Хороший, попал, он не делится, наверное, на скидать. Все, придется, Родик. Слышу голос из прекрасного далека, Голос утренний в серебряной рассе. Слышу голос, и вонящая дорога Кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока в прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Слышу голос из прекрасного далеко, он зовет меня не в райские края. Слышу голос из прекрасного далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока в прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Все, я выключаю, да? Смотри, смотри, дед идет, дед идет. Сними деда, дед будет на ютубе. Давай ему спасибо. О, молодец, дед, вам поздоровался. Все, всем пока-пока, спасибо. Ты меня в кадре держи. Что это правда говорю? Ну, может, 16 максимум, до 20. И то это мы уже с тобой пересмотрим трижды там. Все, я не знаю, получилось, как получилось. Можно включать. Все, всем пока, спасибо, что посмотрели. Пока. Будьте рады. Ссылки в описании. Или какой ссылки нет в описании, не ищите там, что еще сказать. Лайки не ставьте, там и так их два штука уже будет, я поставлю сам. Все, ладно, Мородички на позитиве забыл сказать канал. Прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Слышу голос из прекрасного далека. Он зовет меня не в райские края. Слышу голос из прекрасного далека.